11 декабря в арбитражном суде Чувашской Республики продолжилось рассмотрение дела Волжской текстильной компании. Конкурсный управляющий обратился в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам сразу пятерых бывших руководителей предприятия. Дмитрия Романцова, Никиту Колесникова, Владислава Дудина, Евгения Осокина и Дмитрия Порта. Сумма иска почти 4 миллиарда рублей. Сегодня суд рассматривал копии приговора в отношении уже осужденных Дудиной и Осокином, а также отчет по документальной ревизии ОАО ВТК. После того, как заслушали доводы всех участников процесса, судья решила отложить рассмотрение дела до 22 января будущего года. Напомню, что Евгений Осокин и Владислав Дудин в разное время руководили Волжской текстильной компанией, а Дмитрий Порт, Никита Колесников и Дмитрий Романцев были членами Совета директоров. ВТК в свое время входило в состав московской группы компаний «Сава», которые принадлежали хлопчатобумажный комбинат, научебоксарские ДСК, строительные компании, печатные СМИ и канал 5+. Запомнился этот холдинг и громким началом строительства Финской долины и Сувар-отеля. Эти объекты до сих пор не завершены. Все предприятия, которые входили в состав группы компаний «Сава», сейчас банкроты. От деятельности «Сава» в Чувашии пострадали почти полторы тысячи дольщиков и соинвесторов. В 2009 году в республике впервые столкнулись с проблемами обманутых дольщиков, массовых увольнений и долгами по зарплате.